Глава у нас сегодня 17. 17 глава начинает новый раздел, 6. Отделу первого тома рассказывается в ней про, во-первых, что такое заработная оплата, откуда она берется, то есть от цены рабочей силы и от стоимости рабочей силы. Здесь будет очень много, как в любой первой главе, у Маркса очень много дилектических категорий, мы попробуем это разобрать попроще. Первое. У нас есть труд у человека, который он уйдет на рынок и продает. Капиталист его покупает и когда он его покупает, он расплачивается с ним деньгами. Когда мы меняем труд на деньги, с точки зрения капиталистической экономики, у нас получается, что мы меняем товар на деньги. Деньги эквивалент товара. Здесь есть маленькая и очень интересная такая деталька. Если мы труд меняем эквивалентно на количество денег, которые труд производит, то у нас исчезает прибавочная стоимость. То есть, соответственно, капиталист, который платит деньги за труд, ему, если он все отдаст заработанное, выработанное товар в качестве заработной платы, он, соответственно, останется без прибыли. Поэтому вот эта равенция у нас начинает быть неравна. От чего еще интересное замечание выходит, что, с одной стороны, труд у нас выступает как товар. Его продают на рынке. В нашем случае на рынке труда. С другой стороны, этот товар приобретается за стоимость меньшую, которую он производит в итоге. То есть, есть разница, почему за меньшую. Если мы производим любой товар, какой-нибудь, там, не знаю, молотки, гвозди, мы их продаем по себестоимости плюс добавочная прибыль. Норма прибыли включается, то есть мы должны на этом заработать. Если мы продаем труд, до труда мы не зарабатываем, мы проиграем. То есть, торговать трудом как товаром невыгодно. Следующее интересное замечание, опять же, из этого вытекает. Зачем продавать труд, если мы можем этот труд применить, сделать товар и продавать товары, которые идут уже по своей себестоимости плюс норма прибыли. Но для этого нужны средства производства. Средств производства у рабочих нету, поэтому, соответственно, они вынуждены продавать не товары, а труд. Опять же, возвращаясь в самое начало книжки. Товар – это, прежде всего, материальный какой-то продукт, который изготовлен для продажи. Прежде всего, материальный. Труд у нас не материальная вещь, он такой, сказать, эфемерный. Мы не можем его продать, как, допустим, два кирпича или, там, три килограмма железа. Это нечто такое абстрактное, хотя и выступает как товар. Очень интересно в этом плане, из этого сравнения, пока мы забегаем вперед, когда мы труд меняем на деньги, в принципе, то же самое происходит не только, когда мы товар изготовляем, но когда мы при помощи труда оказываем услуги какие-нибудь. Вот парикмахер, там, стрижет кому-нибудь голову, да, он же труд применяет, применяет. Товара не получается в итоге, подстригание не получается, но труд затрачивает, и деньги он получил за это дело. Но это мы ответили чуть-чуть, давайте вернемся все-таки к нашей главе. У нас рабочий не может продавать товары, он вынужден продавать свой труд, потому что у него нет средств производства. На рынке, на капиталистическом рынке, его труд превращается в определенный товар, ну, товар специфический. Другой пример специфического товара Маркс приводит еще землю, да, то есть земля, сколько стоит земля, как бы, вещь такая, достаточно непонятная. Сколько ушло, допустим, затрат на изготовление земли, нисколько, она природная. Если любые деньги мы можем померить в количестве труда, вкложенных, как в эквивалент, да, сколько стоит там молоток, ну, понятно, сколько стоит добыть железо, сколько стоит добыть дерево, сколько стоит обработать их, и сколько стоит все вместе соединить. Вот мы получаем стоимость товара молоток, а сколько стоит человек, да, или земля, сколько вот труда ушло на то, чтобы земля появилась, как земля, нисколько. Сколько ушло труда, чтобы появился человек, как человек, тоже как-то вот странно, как это мерить. Отсюда возникает вопрос, а вообще вот мы труд в чем будем мерить? Получается, стоимость труда через представление, через другие товары или деньги мы выразить не можем, потому что обмен неравназначен. Есть другой подход к этому делу. Мы можем брать не стоимость рабочей силы, стоимость труда, а цену. Цену труда, которая также выражается в деньгах. Так, сколько у нас цена рабочей силы? Ну, есть рынок, где у нас вот рядочком есть биржа труда, буквально в 100 метрах. Что там делают? Там приходят люди, предлагают свои услуги, с другой стороны приходят покупатели, и согласно их услуг, кто что может, покупает, набирает себе работников. Есть биржа, есть рынок труда, соответственно, на рынке предлагаемые товары имеют определенную свою цену, которая формируется из-за спроса и предложений. То есть, в принципе, мы работника можем выразить не только через стоимость его труда, но и через цену, которая средняя где-то там по рынку. Опять же, прошло 200 лет, у нас та же самая картина. У нас любой, берем показатель, у нас все пляшет от средней заработной платы. Вот сколько у нас средняя заработная плата, вот этого мы и смотрим. Отсюда идет цена труда. Ты идешь, устраиваешь на работу, и ты понимаешь, получаешь меньше средней или больше средней. Устраиваешься, не устраиваешься. Это у нас получается вторая часть. То есть, с одной есть стоимость труда, и с другой есть цена рабочей силы. В этом случае точно такая же ситуация происходит, как и со стоимостью труда. То есть, мы приравниваем неравные части. То есть, цена, которая потрачена на рабочую силу, и при затрате на производство, получаются у нас совсем другие деньги. Потому что, опять же, капиталист нанимает тех же самых рабочих, чтобы часть прибыли отложить себе в карман. Рассмотреть все это, Марс приводит к выводу, что закона какого-либо логичного из этой ситуации выстроить нельзя. Что это противоречие не может быть сформулировано в качестве какой-нибудь формулы или в качестве какого-нибудь закона. Точно так же, как землей, труд нельзя взять и сформулировать из этих двух предпосылок. То есть, стоимость труда и цена труда. И из простых сопоставлений одного с другим мы не можем вывести никаких закономерностей логических. Поэтому Маркс делает вывод о том, что классические политэкономы запутались в этих делах, в этих терминах и не смогли скрыть суть этого процесса обмена товара. Как к этому мы приходим? С чего у нас складывается стоимость рабочей силы? Стоимость рабочей силы. С точки зрения капиталиста, который, опять же, повторяемся, должен заработать, как он смотрит на зарплату рабочему? Он смотрит, что он должен заплатить рабочему меньше, чем он произвел, а разницу положить себе в карман. Не важно, как он это будет объяснять, тем, что он организовал производство, тем, что он имеет средства производства, поэтому он имеет право. Это его задача. Так как капиталист должен получать прибыль, он, соответственно, должен оставлять рабочего работать больше, чем он... Работать дольше времени, как мы рисовали, да, график, помните? У нас есть 0 часов, у Маркса там 6-12, да, был пример. В нашем случае 2-8. 2-8. И, соответственно, заработную плату рабочий вырабатывает свою за первую часть дня, а последующая, все идет прибавочная стоимость, то есть идет в прибыль капиталиста. Поэтому капиталист вот эту часть постоянно пытается удлинить теми или иными способами. У Маркса есть еще интересный пример в этом же пункте, да. При крепостном праве, как у нас идет эксплуатация крестьян. Вот крестьян, у него три дня работает у себя дома на огороде, выращивает продукцию, сам себя кормится. Потом три дня идет на баре, он работает на его поле, выращивает для него продукты. И там седьмой день, в воскресенье, он отдыхает. Поэтому тогда при феодализме было достаточно легко и очевидно посчитать, и в принципе наглядно было видно, что нахрена я работаю три дня на баре, но если он ничего не делает. Я лучше три дня поработаю на себя, а потом три дня отдохну. Или наоборот, буду работать на себя шесть дней, буду получать в два раза больше. При капитализме, к сожалению, такая картинка не получается, потому что день не поделен ровно на две части, да, зарплата и прибыль. Если мы начинаем двигать время больше-меньше, у нас все пропорции начинают двигать. То есть Маркс пишет, что при капитализме суть найма скрывается, она, суть дела, не видна, она неявная. То есть нельзя явно поделить, сколько времени мы работаем на себя, а сколько времени мы работаем на капитал, в отличие от Барчин. Еще одна интересная закономерность, опять же про это было сказано в предыдущих главах, мы когда приходим на работу, устраиваемся, мы приходим и две недели работаем на работодателя, а он нам потом платит за этот аванс. Потом мы еще две недели работаем, он нам платит зарплату. Как у нас сейчас в законодательстве. Фактически это идет о авансировании капитала. Берем простой пример. Таксист. Вот он сел на машину, две недели катается. Каждый день он получает с пассажиров деньги за проезд. По проезду проезд деньги собирается, и он отдает капиталисту. Вот он проехал две недели, через две недели ему эти деньги, часть этих денег в качестве аванса отдали. То есть опять же, вот в этом противоречии, то есть сначала мы предоставляем товар, рабочую силу, его две недели крутят или месяц крутят, неважно сколько, и потом с оборота этого товара рабочая сила, часть прибыли перечисляют обратно. С точки зрения рабочего, в этой, во всей схеме, в принципе, рабочий день одинаков, и количество зарплаты, которую он получил за этот день, одинаковое. Но цены на товары, на продукцию постоянно меняются. За счет того, что повышается производительность труда, за счет автоматизации. За этот же рабочий день, 12-часовой, да, или 8-часовой, как у нас сейчас, мы за 8 часов вырабатываем все больше и больше и больше товара. Берем любую отрасль, смотрим, железная дорога у нас каждым годом перевозит все больше и больше товара. Энергетика с каждым годом выпускает все больше и больше киловатт в час. Рабочий день при этом остается неизменным, зарплата остается неизменным. С другой стороны, когда товаров становится гораздо больше, они становятся дешевле. Пример простой, да, сейчас сотовый телефон не является чем-то таким экстраординарным, компьютер есть почти у каждого дома. Еще там лет 20 назад компьютеры стоили по 5 тысяч долларов, были никому не доступны. Просто так, для игрушки. Опять же, весь этот баланс постоянно меняется. Мы работаем все те же 12 или 8 часов, получаем все ту же заработную плату. Цены на все товары, которые получены этим трудом, меняются. То есть, опять же, никакой формулы, равнодействия, ничего нет. С другой стороны, сам опять же возвращаемся к капиталисту, когда он покупает рабочее время и прокручивает его для получения прибыли. Вот эту ситуацию. Как это видит капиталист? К нему приходит рабочий и предлагает товар, рабочую силу. Что должен сделать любой бизнесмен-барыга? Купить подешевле, продать подороже. То есть, грубо говоря, спекуляция. Ему не важно, что продает рабочий. Труд или цену среднюю на рынке, да, или стоимость рабочей силы своей собственной. Что бы он ни продавал, ну, без разницы. Капиталист внедряется в эти нюансы. Также к ней внедряются в это дело экономисты особо. Они тупо смотрят, сколько это стоит. И стараются себе побольше, тогда поменьше на эти 2%, как говорится, живу. То есть, капиталист ведет себя на рынке труда, как спекулянт. Сбрасывает цену и, соответственно, вырабатывает себе больше прибыли. Какое есть противодействие этому делу? Рабочие объединяются в профсоюзы, собираются вместе, устанавливают какие-то нормы, какие-то минимумы, чего угодно. То есть, со своей стороны они пытаются давить на рынок труда и повышать стоимость рабочей силы. Что мы вообще вынесли из этой главы? У нас есть 3 формы проявления заработной платы. Непосредственно сама заработная плата, которую мы получаем в качестве денежной суммы раз в месяц. Есть у нас цена рабочей силы. Цена рабочей силы у нас никуда не делась, потому что, опять же, биржа труда, 200 лет прошло, биржа труда осталась. Там есть цена рабочей силы, стоимость, средняя зарплата, все остальное. И третья вещь, это есть стоимость, третья форма, это стоимость рабочей силы. Стоимость рабочей силы. В принципе, формально это все одно и то же. Работник продает свою способность к труду, капиталист платит ему за это деньги. Но выражаться это может через 3 разные вещи. И это очень важно. И очень тонкий момент, который не зря Макс расписывал на всю эту главу. Мы в следующей главе перейдем к заработной платы. Что это такое? А сейчас мы можем просто сказать, что да, цена на биржу труда формируется от экономических условий. Если в стране спад, много людей, мало работы, цена падает. И неважно, какой ты квалификации специалист. Высокой, низкой, средней, какой угодно. Сколько ты работаешь, неважно, твоя зарплата будет падать. Если в промышленности подъем, цена будет подниматься, когда рабочих не хватает. Но на квалификацию работника, конкретно то, чего он продает, и на его жизнь это никак не влияет. Если мы смотрим сам только труд, стоимость труда, то у нас возникает вопрос. А сколько вообще стоит вырасти себестоимость работника? Почему мы его приравним к труду? Сколько стоит вырасти работника? Вот он должен отучиться в школе, отучиться на специальность, получить профессию, пройти какие-нибудь тесты. Он должен себя кормить, поить, должен себя одевать, должен, соответственно, продолжить себя воспроизвести. То есть, грубо говоря, своих детей точно так же воспитать. Отсюда, кажется, можно посчитать, сколько стоит труд. Сколько стоит конкретный специалист. Мы считаем все затраты на жизнь, которые у него уходят, и делим на количество рабочих дней, которые он может отработать. Но опять же, если мы это посчитаем, нам это особо ничего не даст, потому что на цену его никак не влияет. Самое банальное, у нас есть прожиточный минимум. У нас есть зарплата ниже прожиточного минимума. То есть, даже то, что нам государство само посчитало, не считая на то, что ты там будешь расти в 18 лет, взрослеть, получать образование, а хотя бы на то, чтобы ты себя одел, прокормил и оплатил свое жилье. Не купил жилье, а платил коммуналку. Так называемый им род. У нас есть люди, которые зарабатывают меньше, чем род. То есть, труд у нас никак не равняется стоимости рабочей силы. И вот тут мы как раз и подойдем к следующей главе, где все эти вещи будут выливаться в заработную плату. Но это на потом. Сегодня мы быстренько давайте перейдем к дискуссии и вопросам. Продолжение следует...